Джон, из цитадели прилетел ворон. Белый ворон. Зима пришла. Народ, всем привет! Сегодня будет очень сложное видео. В первую очередь для меня, потому что сегодня будет тот самый бренд, про который я много раз упоминал, но еще ни разу его не было в обзоре. Поэтому уберите, пожалуйста, от экранов детей слабонервных, владельцев Peugeot Citroёn и людей, не обладающих чувством юмора. Потому что это примерно одно и то же. И для этих людей это видео будет крайне сложным для понимания. Потому что сегодня мы будем говорить о французском автопроме на примере Peugeot Citroёn. Для начала, почему же это видео будет таким сложным? Потому что, как вы знаете, человек в здравом уме и вообще, в принципе, здравомыслящий человек никогда не купит себе льва. И именно поэтому, для того, чтобы сделать полноценный обзор, объективный, мне пришлось немало изучать психологию этих людей, так как непонятно, какой человек, адекватно понимающий, что он приобретает, берет себе такой автомобиль. Поэтому до того, как мы начнем обзор, я все-таки должен объясниться, а именно рассказать о том, какая же психология у этих людей. Вот представьте себе такую интересную ситуацию. Например, вы стрижете у одного мастера, постоянно у вас есть какая-то определенная стрижка. Она вам нравится, все к ней привыкли, и все в порядке. Тут вдруг случается ситуация, что вам надо постричься в другом месте. Вы приходите, пытаетесь объяснить мастеру, как вас постричь, и он стрижет вас очень плохо. Прям вот некрасиво. И вам не нравится. И все ваши друзья и знакомые, когда вы с ними видитесь после этого, каждый из них такой, слушай, а что-то у тебя стрижка какая-то не очень. Первый раз, я такой, да ладно, ну вот такая ситуация, понимаешь, меня как бы постригли хреново, вот у меня мастера не было, до сюда. Окей, объяснили. Второй раз, слушай, друг, ну у меня такая ситуация, мастера не было, так и так. Третий раз, четвертый, пятый. Примерно раза с шестого и седьмого вы уже начинаете злиться. Как бы вы и сами понимаете, что у вас стрижка-то не очень, как бы. И при этом люди вам постоянно об этом напоминают. Сначала начнете злиться, потом, может быть, пару раз на кого-то с кулаками кинетесь. Прям просто, потому что туда они достали уже с этим вопросом. И в один момент произойдет такое, что вы просто возьмете и забьете на это хрен. Просто будете говорить, слушай, отстань, просто отстань. Так вот, владельцы Peugeot проходят через все эти стадии точно так же. Если у вас знакомы, там, врачи, повара и прочее, тогда для них как бы неудивительно, да, что вы едете на Peugeot. Они скажут, ну машина и машина, четыре колеса и руль. В принципе, ничего страшного. Но если среди ваших знакомых есть автомобилисты, а если даже учесть, что среди них есть какие-то приверженцы бренда. Я не знаю, субаристы, там, я не знаю, мерседесчики, беймвисты, кто угодно. То от вопроса, какого хрена ты купил тебе это говно, и от таких взглядов, типа, ну, с кем не бывает. Вы просто не избавитесь. И они в какой-то момент начнут вас доставать. Если у вас неравновешенная психика, то примерно с пятнадцатого раза вы начнете говорить что-то вроде, да ты на себя посмотри, а у тебя что, лучше стрижка, что ли? А рука жопой стригли. То есть вы начинаете как бы агрессивно переходить на личность другого человека. И примерно через то же прошел недавно я. Когда у меня была операция на нос, вы не представляете, как меня достал вопрос, как твой нос. Мне писали в личку в ВК. Мне стоило выйти в Инстаграм, в прямой эфир, первый же вопрос был, как нос. Все мои друзья, знакомые, просто по десять раз спрашивали, ну, что там у тебя с носом, как с носом. И они вроде все хотят узнать, да, им может быть даже интересно действительно проявить участие по этому вопросу ко мне. Но вы даже не представляете, как меня это бесило, просто вот. Я уже прям, ну, готов людей убивать был. И в один момент меня просто как отрезало, я уже говорю, все, отстань, все нормально. Так вот, если вы владелец Peugeot, Citroen и отчасти Renault, то вы с этим сталкиваетесь постоянно. И однажды в один момент у всех владельцев Peugeot как отрезает. Вот, кстати, посмотрим среди наших комментаторов, сколько таких. Потому что, если сейчас будет смотреть третий тип, последний людей, у которых уже отрезало, то они просто посмотрят, ну, может быть, поставят дизлайк и закроют видео. Но, если есть второй этап, когда, да ты сам на себя посмотри, то вот эти-то люди замечательным образом будут оставлять комментарии, я прям жду этих комментов, типа, че, да у меня Peugeot, да я че? Вообще, на самом деле, я уверен, что любому владелицу Peugeot очень стыдно, что у него есть такой автомобиль. Я это оценил в момент, когда я взял этот автомобиль, и мне надо было здесь покататься, на мойку съездить, что-то еще. Впервые в жизни мне было стыдно за автомобиль. Вот, даже сейчас, здесь находится рядом сервис Вольво. И, получается, мы проезжаем мимо, и стоят ребята просто на улице, там, не знаю, перед рабочим днем, так как утро. И вот, я проезжаю, смотрю на них, и мне стыдно, понимаете, я уже, я там покраснел в машине. Они смотрят, и они пальцами тыкают, и ржут, блин, какой дебил себе купил Peugeot. Когда я был на мойке, вот сейчас приезжал, там тоже произошла примерно такая же ситуация. То есть, загоняю автомобиль, выхожу, и там приехал мужик на каком-то АХ-35, на корейце. И мы стоим с ним, ждем, пока машина помоется рядом, и вот эти участливые взгляды меня просто уже достали. Вот, начиная оттуда примерно. Когда он так посмотрел, смотрит на меня, на машину, на меня, на машину. Я как бы вижу боковым зрением это все, поворачиваюсь на него, он такой, рассчитавшись за мойку, выхожу, и там стоят на улице мойщики. И как раз в этот момент, я выхожу, и они такие, ахахаха, ржут, 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 я выхожу, и они такие, твоя Peugeot? Я говорю, нет, я просто взял ее покататься. Разве я похож на человека, который ездит на Peugeot? Они такие, вообще-то ты похож на человека, который ездит на метро. И вы не представляете, у меня отлегло. Потому что лучше я буду похож на человека, который ездит на метро, блин, чем на человека, который ездит на Peugeot. Потому что, еще раз говорю, это сразу означает, что у меня не все в порядке с головой. Я думаю, что ни для кого не секрет, как любят Peugeot в наших автосервисах. Есть вот такая вот картинка, которую, я думаю, все знают, и видели ее сто раз, которая уже стала, там, чуть ли не сказкой во языцах, о том, что Peugeot, Renault и Citroen в этом сервисе не ремонтируют. Понимаете, в чем дело? Я знаю, почему. Я знаю, почему, потому что я дважды в жизни сталкивался с Peugeot 308. И более неудобной в ремонте тачки я еще не встречал. Вот неудобной действительно. У французов есть такая политика, вот она мне непонятна. Когда мы снимали обзор на Мазду, я говорил о том, что классно, когда небольшой бренд гнет свою линию. И он действительно ее гнет. То есть они стараются делать автомобили чуть-чуть не похожие на других, но при этом они остаются в рамках. Так вот вся беда в том, что есть какие-то установившиеся нормы, рамки, так скажем, я не знаю, как их назвать, нормы комфорта, удобства, ремонтопригодности и прочего. И вот большинство, не большинство, а практически все автомобили сюда входят. И вот Peugeot почему-то, он тоже Peugeot бренд гнет свою линию. Но почему-то он всегда выходит за эти рамки. То, что у всех сделано нормально и логично, в Peugeot сделано через задницу. И вот в этом вся большая проблема. Поэтому многие за них не берутся. Потому что хрен ее пойми, как ее ремонтировать. Вот вылезает какая-то ошибка, как, что там. Даже Lexia, PP2000, прибор оригинальный, который есть на этом автомобиле, даже он не может нормально прочитать и дать всю информацию полноценную о том, как эта неисправность устраняется. То есть, ладно, если у вас хорошо развита логика, если вы понимаете, как это ремонтировать. Но, или, например, вы имеете большой опыт работы с ними, но если вы сталкиваетесь с ним впервые, то основываясь просто на стандартной логике производства автомобилей, не всегда получается его отремонтировать. Поэтому многие за них просто не берутся. Меня возненавидят за это. Вот реально возненавидят. За это и по-другому я не скажу. Потому что на самом деле не все так плохо. И когда мы перейдем к обзору своему автомобилю, вы все-таки поймете, что он как бы не такой плохой. Но при этом менталитет, стереотипы, да и рукожопство французов не позволяют нормальному человеку в России купить себе такой автомобиль. Хотя Peugeot, я скажу, это довольно огромный бренд. Вообще PSA, Peugeot Citroen. Они являются вторыми в мире по продажам коммерческих автомобилей. Бренд-то не маленький. История гигантская, поддержка государства, огромные бюджеты, широкое распространение, но при этом для России этот автомобиль крайне неподходящий. И поэтому я говорю, что владельцы таких вот автомобилей постоянно проходят через боль и унижение. В случае поломки им приходится искать сервис, который занимается этими автомобилями. Вы представьте себе, есть люди, которые занимаются этим брендом. И они неплохо, кстати, на этом зарабатывают. Потому что они единственные, к кому владельцы могут обратиться. В нормальный сервис с таким автомобилем тяжело приехать. Не, я не говорю ни про стандартные работы, там типа ТО, масло, колодки. Но даже здесь кроется засада. Вот если мы возьмем Citroen C5, у меня был с ним такой опыт, точнее не у меня, а у Антохи, того самого волшебного Антохи, которого вы видели в нашем сервис-партнере. У него был такой негативный опыт. Был приехал Citroen C5, если я не ошибаюсь, с ручником на все четыре колеса. Вот это еще одно извращение от французов. Ручник на все четыре колеса. Как бы тоже понятно, хорошая вещь, вроде бы с одной стороны, но он нахрен не нужен. Потому что нормальные нормы автомобиля Citroen диктуют то, что есть ручник на задние колеса, стояночный тормоз, и его достаточно. Нет, французы сделали ручник на четыре колеса. Когда он менял передние колодки на этом автомобиле, а вы знаете, да, когда у вас есть ручник на суппорте, то у вас есть поршень, который в случае замены колодок надо закручивать внутрь. Главная засада кроется в том, что у этого Citroen один поршень закручивается по часовой стрелке, а другой против. И узнать об этом, как бы, ну в принципе можно, но кто в здравом уме полезет смотреть такую информацию? Естественно, Антоха не полез. И что он сделал? Он убил суппорт. Потому что он начал закручивать его в другую сторону. Причем он убился так быстро и легко, что говорит о качестве самого изготовления. И самое главное, засада была в том, что когда мы начали искать этот суппорт, оказалось, что на правую сторону этих суппортов до ядрений феней стоят они копейки. А вот на противоположную сторону их нет, они штучные и стоят очень дорого. На разборках, естественно, бэушные. Про новые говорить нечего, там вообще цена космос. Вот это еще один случай, когда французы делают все по-своему. И вроде бы мелочь, и вроде бы не страшно, и вроде бы надо всего лишь подумать. Если вы один раз с этим столкнулись, больше вы никогда не столкнетесь. Но самое главное беда, что вот таких мелочей и нюансов в этом автомобиле слишком много. Обычно мы снимаем обзоры, в которых я говорю плюсы и минусы автомобиля, слабые места, на которые желательно обращать внимание, когда вы его покупаете. И поэтому, сейчас я все-таки хочу сразу сделать вывод по этому автомобилю, и он такой, пожалуйста, не покупайте его. Если вы не знаете, что это за автомобиль, если у вас родственника, друга нету, который ими занимается, и вы просто хотите купить себе первый, или второй, или десятый автомобиль, просто живой для того, чтобы ездить, и вы ни разу не сталкивались с французами, то лучше не берите, потому что, скорее всего, вы будете разочарованы. Однако, многие люди, которые их покупают, все равно этого не признают. Поэтому появляются клубы, где люди делятся друг с другом печалью, как бы прикрывая это счастьем, владением, обладанием такого автомобиля. И самообманным, постоянным, типа, ой, да, лучший автомобиль я не знаю. Да, какой Мерседес, какая БМВ. О чем вы говорите? Это лучший автомобиль этого класса. Идеальное сочетание цена-качество. Просто суперуправляемость. Да я 200 еду на круизе, он как влитой, как утюг. И прочее, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Лишь бы не сказать, блин, я лошар, ребят, я купился говно. Короче, с предысториями покончено. Давайте перейдем к обзору самого автомобиля. Давайте начнем со внешнего вида. Кто здраво мне скажет, что этот Фаэль красивый. Вот кроме тех, кто на них ездит, скажите, кто-нибудь скажет, что этот Фаэль красивый. Вот, красивым можно назвать Lexus AS. Красивым можно назвать, там, B6 Passat. Camry 40 можно, хоть вы пинаете меня за нее, можно назвать красивой. Но Peugeot 607 на красивом, не знаю, у меня язык не поворачивается назвать. Вот даже если мы начнем с задницы. Кстати, я еще обратил внимание на такой интересный момент. У большинства Peugeot 607 сзади нет значка. То есть, владельцы сами снимают значок сзади. Я не знаю, по какой причине. Может быть, я понимаю, что это иногда может быть связано с ремонтом крышки багажника. Но хвалиться-то нечем. Вообще у нас в России очень многие резкие люди называют Peugeot помойкой. Поэтому я крайне не рекомендую вам парковать рядом с мусоркой, потому что многие люди могут понять это неправильно и подумать, что вы его просто выбросили. Да хватит уже, блин! Что за люди у нас в стране? Короче, продолжаем. Давайте перейдем к ценам. Цены на них начинаются примерно от 150 тысяч рублей и доходят до 500. Ну, естественно, все зависит от состояния. Если вы хотите взять самую топовую версию 2.7 дизель, например, на автомате или найдете на механике, тогда можно как раз 500 за него выложить. Однако, имеет ли смысл, мы поговорим попозже. И самое интересное, когда я забирал автомобиль у человека, который занимается их ремонтом, он сказал, что даже с гордостью. Вот у меня недавно, говорит, знакомый взял такой в идеале за 650, я, конечно, не стал спрашивать в своем ли он уме, потому что за 650 можно купить нормальную Camry 40, блин, и как бы не париться, вообще, это отличная тачка, но он говорит, да она в идеале, дай сюда, ладно, пежеводов мне, наверное, никак не понять, правильно говорить, пежеводов, да? Если человек готов выложить столько денег за такой автомобиль, я не знаю, бог ему судья. Давайте уже поговорим непосредственно про сам автомобиль. В общем, Peugeot 607 производился с 2000 по 2010 год, вот многие удивятся, вы даже не знаете, наверное, про такую тачку, она реально производилась 10 лет, как Volvo S80, с рестайлингом в 2004 году. Силовые агрегаты, которые сюда ставились, а именно двигатель, коробка, в основном это бензинки 2,2,2 литра и трехлитровый, как эта версия, плюс дизеля 2,2,2 литра, потом 2,2 литра HDI, уже более свежий дизель, и 2,7, топовая версия. Итак, если же все-таки условно рекомендовать какой-то из этих автомобилей к покупке, то я бы, наверное, порекомендовал версию либо 2,2 HDI дизель, либо 2,7 V6 дизель. Почему? Просто потому что дизеля получились более-менее неплохими. И я даже поясню вам, почему. Это не просто так. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал про легендарные моторы Peugeot? Вот я тоже не слышал. На самом деле, если мы возьмем любой бренд, например, Nissan, да, есть и старых моторов SR20D, легендарнейший мотор. Если мы возьмем, например, Toyota, там даже говорить нечего, легендарнейшие JZ, UZ, серия S, UR, GR, блин, у Toyota, по-моему, каждый мотор легендарный. Вот, например, Mercedes-овские моторы, 601, 642, 111, 112, 104, это прямо моторы легенды. У BMW, M50, M54, M52, практически у каждого бренда, у Vago есть моторы. Например, тот же AAN, BKS, доядрений Feni. Однако, есть у Peugeot мотор, который дважды брал премию двигатель года. Но только вся беда в том, что это не мотор Peugeot, это мотор Ford. Peugeot, вообще PSA, Peugeot Citroën, давным-давно поняли такую интересную штуку. Они то, что у них не получается, делают совместно с какими-то другими брендами. Например, моторы они стали делать вместе с Ford, особенно дизельный, и получается очень круто, действительно. То есть, 2.2 дизель, HDI, который сюда ставился, это тот же самый легендарный дизель, который стоял и на Mondeo, стоял на Freelander, и даже на Evoque, на новом, с глубокой доработкой, стоит именно он. То есть, серия DV12. И можно сказать, что это легендарный мотор, но, правда, еще раз повторяюсь, это не Peugeot мотор. Поэтому, если вы Peugeot и гордитесь этим мотором, знайте, никакого отношения к Peugeot он не имеет. Разработан Ford и ставился на Ford позже. Хотя, именно на Peugeot он дважды брал эту премию. Причем, мотор 2.7 V6 также принадлежит Ford, также разработан совместно с Ford. Опять, разработан совместно с Ford, это значит, Peugeot делает заказ, Ford разрабатывает, Peugeot, естественно, имеет все права на этот двигатель, и в будущем, самое интересное, даже иногда частично продает права обратно в Ford на использование этого двигателя. Давным-давно, в 2004 году, некто Филипп Ксеньон проехал на таком автомобиле, с двигателем 2.2 HDI, правда, только на 136 лошадей. Удивительно, за 361 день он проехал 512 тысяч километров, за что попал в книгу рекордов Гиннеса. То есть, это примерно 1400 километров в день. Учитывая то, что этот автомобиль так или иначе требовал какого-то обслуживания, он проезжал больше. Просто, часть этого времени он тратил на сон, на обслуживание автомобиля и так далее. Поэтому, назвать ненадежным его язык не поворачивается. Автомобиль не был подготовлен, кстати. И еще есть интересный факт. Если вы захотите увидеть информацию об этом случае, об этом пробеге на этом автомобиле, то вас удивит такой момент, когда вы будете забивать в поисковике, в любом, имя Филипп и фамилию Ксеньон, то во время поискового запроса, вам поисковик сам будет менять ее, он будет говорить мы справили неточности в вашем запросе, и он постоянно меняет его на Ксенон Филиппс. Ксенон Филиппс, это интересная штука, причем, как бы то ни забивал, он постоянно Ксенон Филиппс, Ксенон Филиппс. Потому что у человека удивительное сочетание, Филипп Ксеньон, француз, что поделать. Это вообще никакого отношения к делу не имеет. Итак, давайте же перейдем к самому автомобилю и к его надежности. На самом деле, все, что я говорил до этого, это был по большей части троллинг. При всей моей нелюбви к этому бренду нельзя сказать, что этот автомобиль ненадежен. Действительно, он надежен, но в меру надежен. Это не Тойота, даже близко, это не Митсубиши, это не Ниссан, не действительно надежные автомобили. Он надежен примерно, как Мерседес 211 или БМВЕ 60. То есть, это то время, когда Мерседес и БМВЕ перешли от сверхнадежных автомобилей в разряд автомобилей одноразовых и требующих обслуживания. То есть, они начали зарабатывать на запчастях. И вот этот Пежо на них похож. Автомобиль, в принципе, не доставляет геморрой, если не считать электрики, но обслуживание его стоит дорого. То есть, вы получите, в любом случае, купив вот такой вот Пежо 607, вы получаете бизнес-класс с неплохой надежностью, но со стоимостью обслуживания, сравнимой с Мерседесом, с надежностью, сравнимой с Мерседесом, с комфортом, отдаленно напоминающим Мерседес. Ну и БМВ, соответственно. И, соответственно, резонный вопрос. А нахрена? Ладно, если бы у нее был уникальный дизайн. Ладно, если бы автомобиль выглядел очень круто в потоке, выделялся или что-то еще. Но этого же нет. То есть, получается, вы как бы покупаете очень схожий с немецкими брендами автомобиль, но при этом не выигрываете ни в чем. Стоимость обслуживания нифига. Даже капот у нее, блин, открывается в обратную сторону. Ё-моё. Вот почему они пытаются постоянно сделать что-то через задницу, я по-другому не скажу. То есть, если есть какой-то устоявшийся способ открытия капота, то зачем делать рукоятку в обратную сторону. Короче, у нас здесь трехлитровая топовая версия по бензиновым моторам. Круче этой здесь нет. И это мотор разработки самого ПСА. То есть, самого Пиджо. Совместно с Рено они его разработали. И он вроде бы особо-то и не болеет, с одной стороны, механически. Но есть такие вещи, как, например, он сытся весь по кругу, но это такие мелочи. Потому что, например, этот мотор, обратите внимание, не сытся нигде, потому что его хорошо проклеили герметиком. И что касается болячек этого мотора, то это стандартно, как и для всего в Пежо, страдает электрика. То есть, мотор имеет большое количество датчиков, электронных систем и так далее, управления. И все это страдает. И нормально считается, что у вас берет Пежо, например, и не заводится, что-то седьмой. И... а потом, бац, оказалось, что датчик положения коленвала приехал. Или что-то еще, там, не знаю, круиз не работает, а оказывается датчик положения распредвала и прочее. Это для этого мотора нормально, и это не критично, потому что механическая часть-то ходит. И проблем к ней особо нет. Есть у этого мотора особенности интересные. Я такого, честно скажу, не ожидал. Это может поставить ступор любого мастера. Потому что нумерация цилиндров на этом автомобиле происходит... Я даже не знаю, как. У кого в голове родилось такое? Смотрите. В нормальном автомобиле нумерация цилиндров происходит обычно как? От... со стороны ГРМ в сторону коробки. У нас есть первый цилиндр, например, здесь второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Либо один, два, три, четыре, пять, шесть. Логично? Логично. Как происходит нумерация цилиндров на этом автомобиле? Вот, например, вы диагноз, вы подключились, у вас пишут ошибка второго цилиндра. И вы такой, так, ну второй цилиндр, ага. У нас второй цилиндр либо вот этот вот, потому что этот первый, либо здесь второй цилиндр. Посмотрели, а вот нифига. Второй цилиндр здесь находится вот в этом месте. И нумерация происходит так, один, два, три, то есть справа налево, четыре, пять, шесть. Это просто кому в голову пришло. Если, например, взять ситуацию, что я с таким автомобилем столкнусь в ремонте, например, выживление мертвеца, то для меня будет проблемой понять что-то без специальной литературы. И вот в этом заморочке Peugeot, потому что почему их не берут в ремонт? Да потому что надо сначала дочитаться тонной литературы, прежде чем ты за этим автомобилем начнешь заниматься нормально. Это большая проблема. И зачем они это делают, мне непонятно. Поэтому берете дизелек и нет проблем. Итак, что касаемо коробок. Здесь стоит абсолютно неизвестная мне 4HP20. ЗТФская коробка, с которой я в принципе никак не сталкивался. Коробка на самом деле более-менее надежная. Вот эта. Но на этом автомобиле стоялась еще одна трансмиссия. В рестайлинге. Почему пришлось ставить Peugeot? Потому что трансмиссия 4HP20, ЗТФская, не рассчитана на крутящий момент больше 310 ньютонов. Когда же мы берем рестайлинговую версию, там стоялся мотор 2.7 HDI, то есть дизель, у которого момент 440 ньютонов. И эта трансмиссия уже туда не подходила. Поэтому они сделали правильно. Наверное, единственное, что они сделали правильно, они заключили контракт с компанией Aisin. Тойотой практически. И забрали у них трансмиссию ТФ80SC, точнее даже ТФ81SC, усиленную версию 80-й коробки. Рестайлинговые модели на моторах 3.0 и на моторах 2.7 дизель. Идет именно она шестиступенчатая, легендарная, замечательная трансмиссия, которая куда только не ставилась. Мандю, Гэлакси, Фьюжн, С-Макс, Вольво С-80, та же самая, на которой у нас был обзор, я про нее там говорил. На тот же XC70, на XC90, на Инсигнию. Короче, куда только эта коробка не ставилась. Поэтому, если вы все-таки решили взять себе такой автомобиль, вопреки всем рекомендациям, то берите все-таки версию в рестайлинге 2.7, либо 3 литра. Меньше всего у вас будет геморроя. Либо, кстати, вы можете взять в любой момент версию на механике, так как все эти автомобили со всеми двигателями шли еще и на механике. Механики бывают 5-6 ступенчатые, и с ними особых заморочек нет. И самый идеальный вариант, наверное, если не брать 2.7 на автомате дизель, то это будет 2.2 на механике. Здесь, наверное, на этом закончим. Давайте поговорим еще о проблемах. И, кстати, о их решениях. Что нового я узнал про этот автомобиль, когда заглянул на форумы и в клубы? Интересно, как люди советуют решать друг другу какие-то проблемы. У автомобиля достаточно много болячих, разного рода мелких, они связаны в основном с электрикой. Электрика для этого автомобиля – это гигантская проблема. Например, стеклоподъемники любят выходить из строя, а стоит новый порядка 20-25 тысяч рублей. И поэтому по бэушке на разборке вы можете найти тысяч за пять такой стеклоподъемник. И готовьтесь к этому. Если человек вам говорит, что с этим автомобилем нет никаких проблем, и он абсолютно без проблем, то он врет и себе, и вам. Скорее всего, просто вам. Не может Peugeot по определению ходить без проблем, например, те же там дикие пробеги. По году выпуска и пробегу сейчас я могу сравнить этот автомобиль с той же Camry 30-кой, со своей. Да, я понимаю, что многие из вас ненавидят, а Peugeot сейчас будут прям воевать со мной, потому что сравнение с Camry 30-кой всегда идет мне в пользу Peugeot. У нас есть пробег 340 тысяч. На моей Camry пробег 500 тысяч километров. Она первого года, это машина четвертого года. То есть, примерно сопоставимы. Естественно, этот пробег и этот автомобиль, и Camry не могли проехать без проблем. Это было бы глупо утверждать, что автомобиль не потребовал никаких вложений, был бы бессмертен за такой пробег. Нет. И Camry нехило схавала денег за это время в сумме. Больше ста тысяч я вложил в Camry 30-ку. И это все равно я считаю ее надежным автомобилем. Я уверен, что он вложил в нее, блин, две-три стоимости. То есть, обслуживание такого автомобиля сравнимо с обслуживанием того же Мерседеса или БМВ. Вообще, у этого автомобиля есть жирный плюс, их даже два. И кто-то скажет, что это плюс на аккумуляторе, и они будут правы, потому что здесь два аккумулятора, поэтому здесь два плюса. Но есть еще третий, про который нельзя молчать, даже четыре их. Третий плюс, это в сравнении даже с Camry, это то, что автомобиль оцинкован. И если он не бит, он не гниет. То есть, длительное время сохраняется без коррозии, и это жирный плюс. И здесь пежевод просто может прямо быть героем. Сказать, да, эта тачка лучше, чем Camry. Да, она лучше, чем Camry. По кузову вообще вопросов никаких нет. Кстати, есть еще интересный такой нюанс. Многие из владельцев этих автомобилей, как ни странно, при неисправностях уповают на погоду. Вот я бы в это точно никогда не поверил, если бы своими глазами не увидел. Короче, есть такая интересная ситуация, там даже люди некоторые пишут, типа, вот у меня закорилась такая неисправность, что мне делать? И ему тут же там ответ от другого формчаня, да ладно, забей хрен. А сейчас потеплеет, и нормально все уйдет. Или наоборот, там похолодает, и все, и проблему забудешь про нее. Классно иметь тачку и зависеть от погоды. Понимая все это, зная, что у Peugeot полно неисправностей по электрике, и есть способ ее, скажем так, любую неисправность проявить, а именно загнать автомобиль на мойку. После того, как я его загнал на мойку, я ждал, что что-то проявится. И я не был разочарован, автомобиль меня не подвел, и показал мне, что неисправна какая-то лампочка. Я не стал вдаваться в подробности, но до мойки все было в порядке, после мойки неисправность загорелась в том, что какая-то лампочка не горит. Если вы думаете, что я буду сейчас говорить про то, что эти автомобили ходят мало и много ломаются, то это в корне неверно. Эти автомобили ходят много и быстро ломаются. Вот это будет более правильной формулировкой. Блин, я думаю, шапкой прикрыть вот этот вот... Жесть. Плеж на руле. Ладно, на самом деле, какие претензии к автомобилю, когда пробег 342 тысячи километров? Это действительно гигантский пробег, и изношенные руль это минимум, с чем вы можете столкнуться. Я, например, на Камре уже руль поменял, потому что он был хуже состоянием в 10 раз, чем этот. И вот, кстати, момент сразу по износостойкости материала. Кожа действительно толстая и неплохая по износу, но в общем появляются со временем и трещины, и коцки, и так далее. Это не питайте иллюзией, что этот автомобиль нереальный износостойко. Нет на уровне нормального стандартного немца. То есть 300 тысяч выглядит вот так. Не совсем печально, но и не идеально, к сожалению. В сотый раз, наверное, повторяю, я вот не понимаю французов с их логикой. Сделайте кнопки на руле. Они зачем-то перенесли все, что можно на две рукоятки снизу. Одна из них круиз-контроль, причем максимально неудобная и беспонтовая. И вторая из них управление магнитовой. Вместо того, чтобы вынести это на руль. Руль у вас такой замечательный, красивый, но, блин, он бичевый. И вот эта переключалка, это просто жесть. Она, блин, я не знаю, она просто конец с этими крутилками. Короче, я не понимаю этого. Пока центральный дисплей еще не прогрелся, мы можем увидеть на нем переключение радио, борт-компьютер, но со временем, как только он нагреется, вся информация с него просто пропадет и появятся просто такие ужасные пиксели, ничего не показывающие, полоски и так далее. Ладно, к этому и придираться. Кстати, тоже касается и центрального дисплея маленького. Он тоже со временем начинает плыть при нагреве. И это беда этих автомобилей. Многие из вас знают, что я большое внимание всегда уделяю кнопкам, потому что это довольно важно. Тактильные ощущения и эргономика. Вот тактильные ощущения и эргономика никакого отношения к слову Peugeot не имеют. То есть максимально отвратительные кнопки. Я не знаю, вот самые худшие кнопки, которые я когда-либо встречал, они находятся здесь. Вот крутилка звука, она реально как на китайские игрушки. Такая хрустящая, все разболтанная, плюшевая. Ну, пускай она даже может быть подизношена. Никакой мысли о надежности она не навевает. То есть она такая хлипенькая-хлипенькая, но хотя вот 340 тысяч прошла. На стеклоподъемниках тоже вот они болтаются, кнопки прям болтаются. Но по функционалу как бы особо претензий нет, потому что здесь действительно много опций. Например, память сидений. Но опять момент. Вот эти вот переключатели на сидение, они настолько низко и неудобно, что вот я засовываю туда руку, мне, во-первых, приходится ее вот так вот назад отдергивать. У меня рука находится между порогом и переключателями сидения. И очень неудобно нажимать. Кнопки сами неудобно расположены. То есть, опять, устоявшийся стандарт. Хоть они и стоят на сидении, но их можно было сделать как-то, вывести вперед, что ли, или еще куда-то. Чтобы удобство было управление этим. То есть, принцип Peugeot, у вас как бы есть функции, но как бы чтобы ими управлять, вам надо к этому привыкать. Я не хочу привыкать к этому автомобилю. Общий дизайн салона неплохой. Вот действительно неплохой. Стиль есть. И вот это то, что не отнять у итальянцев в первую очередь. Итальянцы делают красивый стиль всегда. У итальянцев вот есть в автомобилях красота внешняя, красота внутренняя. У немцев есть комфорт, есть управляемость. У японцев есть надежность. Что есть у Peugeot? Скажите, пожалуйста. Peugeot, вот честно, выглядит как пародия на нормальный автомобиль. Функционал через задницу. Вот так вот можно назвать идеологию Peugeot. Блин, меня возненавидят за это. Я нашел одну топовую штуку в этом автомобиле. Вот что мне действительно здесь понравилось. Удивительно, но это ручник. К ручнику у меня вообще нет претензий. Во-первых, он расположен очень удобно. Вот действительно, он не болтается. И он прям четенько его дергаешь. И вот то, как он срабатывает само по себе. Вот мягкость его и такая упругость. Это вот жирный плюс. Что касается вот всяких вещей, таких как бардачок, например. У бардачка три кнопки. Первая у нас открывает... С вот таким вот звуком открывает основную секцию. Вторая открывает у нас маленькую секцию. А третья поднимает бардачок вот так. Это тоже прикольно. Ну, бизнес-класс же. Приподнятый бардачок. Правда, при этом начинает вот так вот болтаться весь. Селектор крутится здесь, блин. Тоже болтается, как этот. Прямо пугите за горочек. Вот он. Ох, какой хороший удар мы сейчас получили. У нас автомат. А значит, педалей всего две. У меня зимние ботинки. И я нажать отдельно на газ мне довольно непросто. Мне для этого приходится ногу держать вот так. Я привык, что у меня нога вот так вот. То есть, я нажимаю на газ, перекидываю на тормоз. И вот мне удобно. Но когда она у меня вот так вот, педаль тормоза и газа настолько близко, что я ногой нажимаю на тормоз при нажатии на газ. И мне каждый раз приходится ее вот так вот продвигать. Ну, короче, вот это неудобство. Знаете, я ввожу номинацию сегодня. Новая номинация. Номинация «Самый честный автомобиль на вторичном рынке». И удивительно, но самым честным в своем вторичном рынке будет «Пежо». Потому что, как ни странно, если мы откроем объявление, пробеги у всех подряд практически честные. Я думаю, что это связано не с тем, что автомобиль, что владельцы прям «Пежо» такие честные, искренние люди, готовые продавать без обмана, а скорее со сложностями, со смоткой пробега. Я не сталкивался со смотанием пробега на таких автомобилях. Но, зная «Пежо», мне кажется, что это делается здесь через задницу. Рулится отвратительно. Руль мертвый, вообще прям пустой. Тормоза, тормоза, кстати, довольно неплохие. Вот здесь вот без придирок. Тормоза неплохие. Я думаю, потому что это «Брембо». Подвеска на этой тачке действительно неплохая. То есть, она такая мягкая, все. Я не пробовал ее на скорости, на большой. Но вот на таких неровностях, а здесь их навалом было, как раз по этим улицам, где мы сейчас катались, тут какой-то завод или еще что-то. Она довольно мягкая. Вот ответьте мне на вопрос. Вы можете в комментах ответить мне на этот вопрос. Давайте. «Пежеводы», скажите, почему же он не продается тогда огромной импартией? Просто почему? Стоил он в свое время недорого относительно конкурентов. Напичкан он по самое «не балуйся», в хорошей комплектации, довольно неплохие объемные моторы. Что? Что мешало людям покупать этот автомобиль с сотнями тысяч, как это было с Camry? Продажи этих автомобилей даже до десятков тысяч не доходили. И это я говорю про мировые продажи, а не только по России. По России вообще, я не знаю, они сюда, по-моему, все везены. Вообще в России кто-нибудь официально продавал «Пежот» 607? Кстати, знаете, что я обнаружил? В бардачке. Вот такую вот штуку. Так как автомобиль снабжен кассетной магнитолой, и вот такая вот штука, называется AUX, когда вы вставляете фейковую кассету, и можете слушать AUX. Я про эту дрянь слышал, но я ни разу не встречал. Слушайте, а может быть мне себе в Camry такую взять? У меня в Camry тоже стоит штатная магнитола. Конечно жесть, блин. Не, без претензий. Просто жесть. Такой ад. Есть еще один момент, который меня как минимум удивляет. Это дворники на этом автомобиле. То, как они чистят стекло. Я не знаю, может быть они, конечно, здесь стоят неоригинальные, или что-то еще. Но вы просто посмотрите, как они чистят стекло. То есть, левый дворник узкий, правый широкий. И когда мы чистим стекло, у нас вот здесь получается вот такой квадрат, который не цепляет ни один из дворников. Это как вообще? В общем, обзор подходит к концу. Я сказал все, что знаю, и как думаю по этому автомобилю. Пежеводы, я жду от вас адски негативных комментариев в свой адрес, и, наверное, многие из вас отпущутся. Но я был с вами честен. Как-то так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok